Доброе утро! О том, какие ритмы подвластны барабанщикам из Лобинска и что готовит нам важнейшее из искусств, расскажу в нашей сегодняшней программе. Русская народная сказка с современным акцентом. Музыкальный спектакль «Чудеса 39-го царства» для юных зрителей подготовил Краснодарский театр драмы. Сюжет на первый взгляд просто понятен каждому. Царь Егор собрался на пенсию и решает, кому же передать волшебную корону, царство и любимую дочку Алену. Дети увидят здесь и змея Горыныча, и змею подколодную, и Иванушку-дурачка. А вот родители смогут за метафоричными образами героев прочитать более глубокие смыслы, актуальные сегодня. Читайте между строк и будьте самоироничны при просмотре спектакля, советует режиссер. Ухожу на пенсию, пора! Осталось у меня главное дело – корону передать в достойные руки. Автор пьесы Юлий Ким хорошо знакомый всем по песням из кинофильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и «Красная шапочка». А вот постановкой спектакля занимается специально приглашенный из Ставропольского академического театра режиссер Валентин Бирюков. Он не первый раз работает с актерами Краснодарского театра драмы и признается, что работать для детей для него огромное удовольствие. Однако ставить спектакль для юного зрителя задача совсем не из легких. Ведь удержать внимание ребенка гораздо сложнее, чем взрослого. Это сказка, потому что наш современник Юлий Ким, которого мы знаем как музыканта, как поэта, написал сказку, где он смог объединить лучшие традиции русских народных, вообще лучшие сказочные традиции и внести свой взгляд современный. Совершить путешествие на машине времени в новогоднюю сказку можно будет с 20 декабря по 10 января в Краснодарском театре драмы. Они убеждены, что на барабанах можно сыграть все. Рок, военный марш и даже танцевальную самбу. Главное – чувствовать ритм, говорит руководитель группы барабанщиков «Римшот» из Лобинска Руслан Кондратов. Сегодня в группе 25 мальчишек и девчонок каждый день оттачивают свое мастерство на ударных. Свой выбор юные музыканты объясняют просто. Барабаны – это универсальный инструмент, и если на нем играть правильно, он открывает огромные возможности для импровизации. Я даю специальные упражнения на чувство ритма, на моторику, на запоминание, на повторение. На ногах, на животе, на столе, на подушке, вилками, ложками. Некоторые родители просят не барабанить, но большинство приветствует. Даже некоторые мамы и папы сами принимают участие. Говорят, мой сын научился вот этот ритм бить. Идея создать такой коллектив возникла у Руслана Кондратова два года назад. Вспомнил, признаются, исторические корни. В каждом казачьем полку был собственный оркестр, где играли на гармошке, бубни и балалайке. Очень хотелось возродить традиции прошлого, чтобы подобный ансамбль появился здесь, в родной станице. Как и положено настоящим музыкантам, ребята иногда хулиганят. И тогда к ритмам ударных подключается тромбон и саксофон. Что получится из этого творческого эксперимента, узнать можно будет совсем скоро. На 23 февраля и 9 мая группа барабанщиков приготовила специальную программу. Однако пока они ее держат в секрете. Приоткрыть занавес театрального закулисья смогли воспитанники Армавирской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Они побывали на репетиции премьерного спектакля «Летучий корабль». Услышали симфонический оркестр и прикоснулись к музыкальным инструментам. Ну вот пока я слушаю, мне очень понравилось здесь в исполнении оркестра музыкального увертюры из оперы «Гармен». Очень люблю оперу эту. Вообще вживую я первый раз слушаю музыкальный оркестр и впечатления у меня складываются самые положительные. Такой подарок для детей, лишенных радости видеть накануне Нового года и Рождества, сделали артисты музыкального театра. Чтобы дети не чувствовали себя изолированными, чтобы они жили как-то полноценно, не чувствовали себя в каких-то рамках, чтобы они не чувствовали себя заброшенными. То есть поддержать с одной стороны детей, с другой стороны привлечь их в театр. Потому что дети это наш будущий зритель, это наш нынешний зритель, наш будущий зритель. Однако на этом цикл встреч юных зрителей с театром не заканчивается. 19 декабря музыканты выступят перед воспитанниками одного из коллекционных образовательных учреждений Краснодара. На этой неделе в кинотеатрах сразу две мультипликационные премьеры о галах и феях. Какая из них придется по вкусу и детям, и взрослым, подробности у моей коллеги Анжелики Ефимовой. Я великий гай Юрий Цезарь. Я крыльями орла хватил всю землю, кроме этой теребушки. Галы снова на экранах. Любимые миллионами Астерикс и Абелик снились в новой мультипликационной истории. Герои продолжают борьбу с Цезарем, в планах у которого расправиться с бесстрашными и сумасшедшими галами. Римлянин придумал новую тактику войны – тайное вторжение. Он строит город, земля богов, вокруг жительства племени. Астериксу и Абеликсу идея не по душе, ведь им придется выбирать, быть римлянами или исчезнуть. И тогда герои разрабатывают великолепный план. Создал мультфильм, французский дуэт Александр Асте и Луис Клишино. В долине Фии есть древнее сказание о таинственной комете и о существе, которое она освободит. Кто же ты? Фии – легенда о чудовище. Еще один сюрприз для детей. История анимационной сказки – старая красавица и чудовище, но на новый лад. Веселая волшебница фауна подружилась с громадным таинственным существом. Зовут его просто чудовище. Но проблема в том, что монстра боятся все жители долины фей. Они хотят уничтожить страшного зверя. Убедит ли фауна других в том, что существо доброе и совсем безвредное – развязка в кинотеатрах. Добавлю, что озвучивает главную фею Скаут спортсменка и телеведущая Ирина Слуцкая. И напоследок лента «Инородное тело» от знаменитого польского режиссера. Обладатель пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Кшиштоф Зануси снял фильм «Размышления о восприятии религии людьми», а именно о роли бога в сегодняшнем мире. Тема раскрывается через глаза главного героя молодого итальянца. В картине также сыграли польские и российские актеры, в числе которых хорошо известные всем Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов. Анжелика Ефимова, Кубань-24. Такими были новости искусства к этой минуте. Оставайтесь на нашем канале и будьте культурными людьми.